23 октября состоялось очередное заседание Общественного Совета, в рамках которого в первую очередь обсуждались вопросы текущих изменений, которые сегодня имеют место в Чернобыльской зоне отчуждения. Новым руководителем Государственного Агентства создана рабочая группа, в компетенцию которой входит рассмотрение всех проблемных вопросов зоны и поиск путей их решения. Об этих вопросах рассказал председатель группы и постоянный член Общественного Совета Чернобыльской АЭС Сергей Парашин. Поскольку реформы, этот процесс длительный и произошли некоторые изменения в управлении всей системой, то предлагается наше сегодняшнее обсуждение провести таким образом изменения, которые произошли на Чернобыльской станции и изменения, которые произошли в агентстве. Первое. Назначена группа советников, председателя, то есть головы агентства. В эту группу вошли 6 человек. Председателем этой группы назначили меня. Вся группа советников нештатная. У нас потеряно было длительное время потеря управления полностью в зоне отчуждения. И, собственно, это, как я сейчас могу формулировать, побудило Игоря Ивановича в том числе активизировать эти перемены. Действительно, потеря управления настолько глубокая, что произошло полное отключение среднего звена. То есть среднее звено работало только по документам. То есть пришел документ, нужно дать ответ, но давался. Новые документы, новые идеи, новые направления не создавались, поскольку это, в принципе, было невозможно. Потеряна всякая идеология, как практически потеряна. Но хорошо, что остались ключевые специалисты, которые, в принципе, проявляют готовность восстановить свою целенаправленную деятельность на благо нашего общего дела. То есть идет обычная рутинная работа, которая, видимо, займет где-то один месяц. Группа советников, которая назначена, она назначена тоже по определенному принципу. Это связь с Министерством экологии, в котором агентство принадлежит. Эта связь определяется с советником министра в том числе. У нас советник министра, он одновременно советник главы агентства. Это вот эта связь. Связь с Кабинетом министров обеспечивается по юридическим вопросам бывшим работникам, всем вам известным, котом Юрием Степановичем, юристом высокого уровня, тоже является советником. И обеспечивает связь юридически по основополагающим документам. Есть человек, который отвечает за Министерство финансов, поскольку это главная проблема зоны отчуждения финансирования, текущая проблема, потеря заработной платы. Что происходит в зоне отчуждения? В зоне отчуждения, как это было сказано при назначении, происходят многие большие, значительные теневые процессы, которые привели, собственно, к отставке предыдущего руководства. Есть два направления – обращение с лесом и его реализация убыточным способом для государства, для предприятий, для предприятия Чернобыльспецкомбинат, то есть, короче, для всей системы. Причем, когда мы обнаружили и начали анализировать эти контракты по реализации леса, то последний контракт на 96 тысяч кубических метров, который должен быть реализован в течение одного квартала со стороны Чернобыля леса, предполагает убытки не менее 25 миллионов гривен. Встречается очень большое сопротивление, поэтому требуется от головы и от всей системы достаточно стойкая позиция, потому что давление идет сверху, сбоку. Ну, три дня тому назад остановлено 14 автомобилей, загруженных лесом, которые вывозились. Значит, эта проверка пересортится от 40 до 100%. Поэтому сейчас идет процесс официальности, еще одна комиссионная проверка, все это бумажная работа под большим давлением со стороны откуда угодно идет этот процесс. Этот процесс необходим с точки зрения нам довести до конца, для того, чтобы, во-первых, остановить все это дело, во-вторых, важно политически для поддержки нового руководителя, потому что он пришел с этим заданием от кабинета министров. Вы помните, что были пожары этим в этом году, которые привели к потере. Пожары это катастрофически. Выгорел 10 тысяч гектаров. Лес, который стоит и который нужно утилизировать в короткое время, составляет 2 миллиона кубических метров. Если его утилизировать, то товарная продукция где-то на 600 миллионов гривен. То есть, в принципе, если я сейчас это не сделаю, через полгода это будет уже не 600, а 300 миллионов. Это курс на полное, прозрачное, открытое освещение всего, что происходит, всех управленческих решений. Это, пожалуй, единственный способ для того, чтобы выйти из ситуации теневой, потому что мы обнаружили такую теневую схему, которая охватила очень много линий как управления, так и исполнения. Среди приоритетов администрации зоны отчуждения – восстановление уважения Государственному агентству управления зоной как органу государственного управления и проведение реформирования предприятий сферы влияния газу. Нам нужно повысить авторитет агентства, сделать его так же непотопляемым, как на Чернобыльской станции. То есть на Чернобыльской станции сформировалось руководство, которое даже при очень сильном давлении трудно, потому что оно объективно устоялось. Имеет свой авторитет. То же самое нужно сделать с руководством агентства. В ходе обсуждения члены Общественного совета наметили ряд задач для предложений со стороны Чернобыльской АЭС в части изменения деятельности Государственного агентства управления зоной отчуждения. Чернобыльская АЭС активно работает над реализацией международных проектов. О том, что сегодня происходит на Чернобыльской площадке, рассказывает генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. На данный момент действительно Чернобыльской АЭС находится в очень серьезной фазе по нашим международным проектам. Я просто хотел напомнить, значит, французы подтвердили график выполнения работ по наварке. Значит, график идет в абсолютно сейчас день в день, день в день. И они ставят надвижку арки на четвертый энергоблок ноябрь 2016 года. Ни много, ни мало. Ноябрь 2016 года. При этом у нас начался и вошел сейчас в очень серьезную фазу проект создания сооружения торцевых стен. Сейчас подрядчик претендует на продление срока контракта до мая 2017 года. Проект входит сейчас в очень серьезную фазу. Мы сейчас начинаем снимать кровлю для доступа подрядчика над машзалом четвертого энергоблока. Начинаем снимать кровлю. Но до конца октября кровля будет снята. Проемы будут сделаны для того, чтобы устанавливать опалубку, вмонтировать металлоконструкцию и все. Проект сумасшедший по дозозатратам. Изначально предполагалось полторы тысячи человек привлечения персонала. Сейчас понимаем, что, наверное, будем идти до шести. Но там все очень тяжело. Поэтому мы фактически каждую неделю будем проводить рассмотрение проекта. Будет приказ по этому поводу. Сейчас вся станция будет мобилизована на эту работу. Что касается нашего проекта Хаят-2. У наших подрядчиков по строительным работам у ЮТЭМа и Укртрансбуда консорциума Контракт с фиксированной ценой. Они контракт на общестроительные работы выполняют с опережением графика. Фактически они в июне заканчивают общестроительные работы. Сегодня это уже тоже не вызывает никакого сомнения. По проекту ведется уже изготовление оборудования по горячей камере в Германии. Более того, изготавливаются пеналы для хранения. Первые пять пеналов уже из Америки отправлены в наш адрес. И мы на следующей неделе с банком уже проводим совещание. Формируем совместно уже план ввода в эксплуатацию. И формируем уже группы по вводу в эксплуатацию Хаята-2. Тоже такая очень серьезная сейчас задача. На ней мы мобилизованы полностью. Тем более, что в начале октября прошло заседание представителей Большой Семерки. Отделение ядерной безопасности Винсновок туда летал. Доноры четко подтвердили. Сейчас Большая Семерка, у них позиция одна. Ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию. Ответственность заказчика Чернобыльской АЭС. Любые задержки, связанные на этом этапе, только за счет Украины и только за счет заказчика. Никто ничего больше платить не будет, никто ничего доплачивать не будет. Поэтому можно себе представить уровень ответственности, который ложится на наши плечи. Поэтому мы сейчас максимально мобилизуемся на эти два проекта. Кроме этого, значит, у нас, вот в результате погашения задолженности за 2014 год, то, что нам удалось, а администрации зоны не удалось, предприятиям зоны отчуждения не удалось, мы сейчас активно приступаем к реализации проекта по изготовлению специзделий по перемещению дефектного топора. Значит, мы сейчас делаем все, чтобы Бердический завод изготовил спецпеналы, в общем, там огромный объем специальных изделий, для того, чтобы до 26 апреля это поврежденное топливо с первого и второго блока, которое накоплено на эксплуатации, до 26 апреля мы вот намереваемся их переместить на хранение в каньон на Хаят-1. Значит, тоже задача сверхсложная, потому что и по срокам, ну и по тем решениям огромный объем документов из регулятора надо согласовать, потому что с дефектным топливом еще никто не работал. Как вы знаете, мы вывели рудохладитель из эксплуатации, но это был только первый этап, сейчас идет реконструкция техводоснабжения, меняем насосы на меньшей мощности, сейчас начинаем работу уже по выводу из эксплуатации отводного канала. Демонтажом оборудования в Машзале мы занимаемся три года. До момента, за два с половиной года пока, мы демонтировали 4,5 тысячи тонн, а с того момента, когда Халуша был уволен, мы демонтировали 3 тысячи тонн за полгода. Когда пришел опять новый глава агентства, который все остановил, остановили, ну просто не подписывали документы, разрешение на вывоз, разрешение на реализацию. Больше тысячи тонн демонтированного металла на складах, мы просто опять остановились. Сейчас Петрук, слава Богу, все подписал, сейчас опять все вывезем, опять возобновляем. Но нам нужно, мы готовы к демонтажу уже Машзала второго блока, подготовленный, демонтажная работа напрямую связана с дезактивацией. Мы проявили инициативу собственными силами на базе БНС-1-2, выполняли полностью демонтаж всего, сделали там пункт дезактивации полностью, собственными силами, ни копейки ничего не потратили. Сейчас задача до конца года на БНС-4-5 сделать то же самое. То есть мы хотим постоянно, сейчас мы уже 500-600 тонн черного металла дезактивируем в месяц. Задача выйти до 1000 тонн. Мы стремимся создать условия для нашей инвестиционной привлекательности. Мы подписали два меморандума, я уже говорил о создании кольтейля на альтернативном топливе. И на создание мы пытаемся реализовать программу, создать первый пробный пусковой комплекс на 10 мегаватт на солнечных батареях. Но это упирается все в отвод земли. Агентство сейчас этим очень сильно занимается. Я говорю, что все-таки молодая свежая кровь, она дает свои результаты. Очень у них нетривиальное решение у того же Петрука возникло. Может быть это удастся, если не в октябре, то в начале ноября это реализовать. А отвод земли и право распоряжаться землей агентством с передачей этим правом для нас, то это вообще кардинально меняет всю политику. То есть мы сделаем такой рывок, который серьезно повлияет на нашу площадку и на будущее нашей площадки. Нужно пошагово сейчас постепенно пытаться уходить от советской организации работы в зоне отчуждения, для того чтобы нам стать вообще конкурентным, способным предприятием, которое может серьезно оказывать услуги. Дело в том, что сейчас идет строительство технологического здания по управлению всеми системами АРКи. А там, кстати говоря, система основных кранов уже вся смонтирована. То есть идет монтаж систем жизнеобеспечения, причем идет очень хорошо. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что при строительстве технологического здания нам грунты, которые мы занимаем, надо вывозить на Буряковку. Выясняется, что последняя траншея заполнена, и нам грунт возить некуда. То есть при этом Мельниченко говорит вообще потрясающую вещь. То есть глава ЦППРВ говорит, а что вы сделали для того, чтобы обеспечить новую траншею, для того, чтобы работать? Он говорит, а я письмо написал? Ну, то есть, вот я вообще вот это все слушаю, я вообще понять это не могу. Я видел обескураженное лицо Петрука, он говорит, как вы письмо написали? И все, что ли? Да, и все. Вот мы письмо написали вам, что у нас нет денег для того, чтобы там новые траншеи открывать. Поэтому я говорю, вы мне отдайте все это, я сам там порядок наведу, и у меня будут и траншеи, и бурты, и все будет. Хотелось бы, чтобы эти реформы проводились по принципу здоровых производственных отношений, экономически оправданных, направленных на повышение эффективности, которые бы соответствовали современным требованиям экономики.